Тибетское Нагорье характеризуется низким атмосферным давлением, пересечённой местностью, а также относительно низкой биологической продуктивностью и температурой. Но несмотря на эти ограничения, этнические тибетцы успешно адаптировались к этой среде и жили на плато в течение тысячелетий. Понимание их генетической и культурной адаптации к этой сложной среде со сниженным содержанием кислорода представляет большой интерес с точки зрения археологии, антропологии, генетики и физиологии. Но чтобы это понять, необходимо ответить на многие фундаментальные вопросы, касающиеся происхождения современных тибетцев, включая место и сроки формирования предкового современным тибетцам генофонда и первоначальные маршруты миграции людей на Тибетское Нагорье. Хотя археологические данные, относящиеся к ранним миграциям на Тибетское Нагорье, скудны, карстовая пещера Байшия 3280 метров над уровнем моря, на его крайнем северо-восточном краю предполагает присутствие древних людей, связанных с денисовцами, между 160 и 60 тысячами лет назад. Датировка на археологическом участке Нвиадеву в центральной части Нагорья 4600 метров над уровнем моря предполагает присутствие современного человека между 30 и 40 тысячами лет назад. Однако это признаки присутствия, а не постоянного проживания, к которым некоторые авторы относят следы охотников и собирателей в Чусанге 4270 метров над уровнем моря 12700-7400 лет назад. И то не все ученые с этим согласны. Некоторые из них утверждали, что постоянное заселение центральной части Нагорья было невозможным до появления земледелия на основе ячменя около 3600 лет назад. Последняя модель предполагает, что сельское хозяйство было привнесено на Тибетское Нагорье мигрантами с более низких участков, менее 2500 метров над уровнем моря, вдоль северо-восточных окраин Нагорья, которые также внесли существенный вклад в генофонд современных тибетцев. Однако существуют доказательства более сложного множественного происхождения современных тибетцев, которые подтверждаются и генетическими данными. Плотно отобранные однородительские маркеры Y-хромосомы и метахондриальной ДНК можно проследить по большей части до линий присутствовавших в северной части Восточной Азии с раннего Голоцена. Но более старые гаплогруппы, такие как метахондриальная М16 и Y-хромосомная ДМ174, происходящие из глубокой евразийской линии, также уникально присутствуют среди современных тибетцев. Идея древнего палеолитического вклада в тибетский генофонд также была предложена на основе данных о последовательности всего генома. Исследование, сравнивающее современные тибетские геномы с геномами древних сибиряков и архаичных представителей рода людей, выявило вклад в смеси древних предков среди предполагаемых ранних обитателей тибетского Нагорья. Это предложение согласуется с наличием у тибетцев специфических аллелей гена IPAS1, которые достались им от денисовцев. Суммарно, современные генетические данные свидетельствуют о нескольких стадиях заселения Нагорья. За популяциями эпохи Плейстацена с некоторым уровнем архаичной примеси последовали миграции эпохи Голоцена с северо-восточных окраин Тибетского Нагорья. И хотя идентичности происхождения населения эпохи Плейстацена остаются неизвестными, недавний анализ выявил четкую клину генетической изменчивости с востока на запад в пределах современной географически расосредоточенных тибетских популяций. Эта клина может отражать неолитические миграции людей, занимавшихся выращиванием ячменя. До заселения Тибетского Нагорья выращивание ячменя практиковали популяции позднего неолита и раннего бронзового века из районов современных провинций Ганьсю и Цинхай, как, к примеру, представители культуры цидзя около 2300-1800 годов до н.э. Однако клина также могла быть сформирована или усилена более поздними историческими событиями, такими как расширение Тибетской империи 7 в.н.э. или в результате длительного процесса потока генов между соседними популяциями с изоляцией расстоянием, не связанного с дальними миграциями. Предыдущие исследования древней ДНК людей из трех высокогорно-гималайских поселений в Непальском районе Мустанг, датируемых 800 годом до н.э. 650 годом н.э. показали, что эти места были заселены популяциями с явным восточно-азиатским происхождением, которые, вероятно, мигрировали с Тибетского Нагорья. Авторы новой работы дополняют эти данные, увеличивая временной охват более чем на 600 лет, примерно с 1420 года до н.э. по 650 год н.э. и предоставляют самые ранние генетические данные на сегодняшний день для популяции Нагорья. Работа демонстрирует, что эти древние гималайские популяции генетически группируются с современными тибетцами и что они представляют собой раннюю ветвь тибетской линии, что делает их особенно информативными для определения истории тибетского генофонда, его происхождения и его нынешнего распределения среди современных тибетцев и их соседей. А теперь обо всём более подробно. Кстати, заранее прошу прощения за возможное неверное произношение топонимов и названий. Не каждый день их произносишь, а на смысл это не влияет. Также призываю новых зрителей всегда обращать внимание на источники получаемой информации, у меня они в описании к роликам. При комментировании также прошу их предоставлять. Ещё раз напоминая, что Википедия не является достоверным источником, даже одна и та же тема в ней может подаваться с противоположными утверждениями в зависимости от выбранного языка. Однако продолжим. Результаты Древние образцы из Гималаев В новом исследовании авторы проанализировали общеденомные данные 38 древних людей из семи участков непальских районов Мананг и Мустанг. А именно Суила , Лубрак , Чухопани , Рирхи , Кьянх , Мебрак и Самцзонг . Новые образцы анализировались совместно с ранее опубликованными древними геномами, а также с геномами современных шерпов и кибетцев Непала. Генетическая структура жителей высокогорья Восточной Азии и их соседей. На графике анализа главных компонент древние жители районов Мананг и Мустанг Непала группируются с другими популяциями из Восточной Азии. Как видно на графике, современные популяции образуют структуру с тремя отростками. Первый состоит из жителей Южного Китая и Юго-Восточной Азии, второй из представителей Северо-Восточной Азии и третий, куда собственно и попадают древние образцы, включает тибета-берманские популяции и соответствует генетической линии современных тибетцев с востока на запад. А также они разделяют уникальные наследственные компоненты с современными популяциями из высокогорных районов и районов средней высоты. Древние жители Непала в первую очередь генетически схожи друг с другом, а после с шерпами и тибетцами, за которыми следуют носители тибета-берманских языков с более низких высот, такие как Наси, И или И, а также Нага из Нагаленда в Индии. Однородительские маркеры в виде гаплогрупп подтверждают их тесное генетическое родство с современными шерпами-тибетцами. 13 из 14 мужчин имели производные маркеры Y-гаплогруппы O-M117, а 12 мужчин несли производные маркеры ее субклада O-α1C1B CTS 5308. Среди современных популяций этот субклад встречается в основном среди тибетцев и шерпов Тибетского Нагорья. В отличие от его родственного субклада O-α1C1B Z25929, который сегодня встречается в основном в Южном Китае и Северо-Восточной Индии. Быстрое распространение всех существующих линий O-M117 по оценкам произошло от 7 до 5000 лет назад и было интерпретировано как отражение распространения сино-тибетских языков, вероятно происходящих из Северного Китая. Примечательно, что Y-гаплогруппа O-M117 была также обнаружена и у древних людей из неолитической культуры Яншао, Верхнего Течения Хуанхэ и поздненеолитической Цидзе, а это свидетельствует о том, что большинство мужских линий древних жителей районов Мананх и Мустанг современного Непала восходит к региону распространения вышеупомянутых культур. Также у одного из древних непальцев была определена гаплогруппа D1A, которая на сегодняшний день является ещё одной распространённой гаплогруппой на Тибетском Нагорье. Митохондриальные линии исследованных древних людей также распространены среди современных тибетцев, хотя они и более разнообразны. Генетическая связь между древними и современными жителями Тибетского Нагорья Современные древние группы районов Мананг и Мустанг, а также ближлежащих районов Горха и Сулукхумбу вместе с тибетцами из более отдалённых мест генетически ближе всего к представителям Лубрака, а затем друг к другу, среди древних и современных жителей Восточной Азии. А самые древние представители из Суилы, а также более поздние группы близки к современным шерпам и тибетцам, в отличие от представителей Чохопани, предки которых смешались с жителями более низких высот, вероятно, ещё до 1500 года до н.э. Таким образом, авторы делают вывод, что люди из Лубрака и Суилы на сегодняшний день являются самыми ранними известными носителями генофонда наиболее распространённого у высокогорных популяций Тибетского Нагорья и Гималаев и называют его тибетской линией в этом исследовании. Двойное генетическое происхождение жителей высокогорных районов Восточной Азии. Археологические данные свидетельствуют о том, что неолитическое население в верхнем и среднем течении реки Хуанхе оказало значительное культурное влияние на распространение земледелия по Тибетскому Нагорью. Этот регион также был предложен в качестве вероятной родины сино-тибетской языковой семьи. Интересно, что среди древних жителей низменностей Восточной Азии, группы среднего-позднего неолита из верхнего течения реки Хуанхе и ее периферии, демонстрируют наиболее близкое генетическое родство с группами из районов Мананг и Мустанг. Эти группы включают представителей позднеолитических стоянок Циньшанькоу и Ладзя в верховьях реки Хуанхе, принадлежащих к культуре Цидзя около 2300-1800 г. до н.э., жителей стоянки Симао в Шенгедаляне провинции Шэнси около 2250-1950 г. до н.э., а также представителей стоянок среднего неолита Мяо-Ди-Гоу во внутренней Монголии около 3550-3050 г. до н.э. Эти группы имеют схожий генетический профиль, происходящий примерно на 80% от представителей среднего неолита культуры Яншао участков Ван Гоу и Сяоу на центральной равнине около 4000-3000 г. до н.э. и примерно на 20% от древних северо-восточных азиатов, как охотники-собиратели эпохи неолита пещеры Чертовы ворота Приморья. Также авторы отмечают, что генетический обмен с жителями Низин, вероятно, произошел до распространения Несмотря на то, что 82-92% предков древних жителей из районов Монанг и Мустанг происходят от линии, связанной с земледельцами поздней неолитических стоянок в верховьях реки Хуанхэ, принадлежащих к культуре Цидзе, они все же моделируются как сестринская к ним группа, как собственно и современные шерпы-тибетцы, благодаря своим уникальным генетическим компонентам, включающим Малель и ПиЭйЭс-1 от людей в свое время связанных с денисовцами, которые помогают адаптироваться к высокогорной среде. А оставшиеся от 8 до 18% их предков скорее всего происходят из древней популяции еще до разделения между ветвями Западной и Восточной Евразии. При этом этот поток генов не происходит от архаичных людей, таких как неандертальцы или денисовцы, которые вносят менее половины процента родословной. Также новые результаты отвергают и другие ранее предложенные источники потока генов в тибетскую родословную, включая глубоко разветвленные восточно-евразийские линии, такие как южно-сибирский устишимский человек возрастом 45 000 лет, 40 000-летний древний житель Северного Китая Тянь-Юань и родственные линии Хаобинь-Онге в Юго-Восточной Азии. Предполагая, что эта глубокая евразийская родословная вероятно представляет собой еще не исследованный палеолитический генетический субстрат от древних жителей Тибетского Нагорья. Два пути в Гималайи для носителей тибета-берманских языков На южных склонах Гималаев обитает множество этнолингвистических групп, которые демонстрируют поразительную структуру расслоения по высотам. Индоираноязычное население Южной Азии занимает низменности, шерпы-тибетцы занимают высокогорье, а различные нетибетские народы, такие как таманги и гурунги, говорящие на тибето-берманских языках, занимают диапазон средних высот. В то время как шерпы-тибетцы Непала вероятно прибыли в Гималайи с Нагорья, то есть северным путем, предыдущее генетическое исследование предложило отдельный южный маршрут для миграции групп тибета-берманцев средних высот. Однако как нетибетские группы, говорящие на тибета-берманских языках, связаны друг с другом и с тибетской родословной, оставалось неясным. В данной работе авторы указывают на две генетические клины – тибетскую и нетибетскую тибета-берманскую. Тибетская клина соединяет древних и современных непальских тибетцев, которые в моделях представлены жителями Сумской долины, с обитателями позднеолитических стоянок культуры Цидзя в верховьях реки Хуанхэ. А нетибетская тибета-берманская клина отражает примесь вдоль маршрута вокруг Тибетского Нагорья и соединяет популяции средних высот, такие как Наси, Йи, Нага, Таманги и Гурунги с представителями среднего неолита культуры Яншао на центральной равнине. Помимо этого, Таманги и Гурунги, имея более высокий вклад от тибетской линии 60-63%, дополнительно демонстрируют генетическую примесь из Южной Азии от 9 до 19%, как собственно и популяции бутана из предыдущих исследований. Примечательно, что для населения Непала со значительным южноазиатским вкладом, например, барамцев, чантияльцев, гурунгов и представителей народа Чипанг, южноиндийские группы, такие как Пулаяр, лучше подходят для моделирования их южноазиатского происхождения, чем соседние группы Северной Индии. Эти результаты подчеркивают сложную и многослойную историю смешения тибета-берманских популяций в Гималаях. Длительный положительный отбор на участках генов ИПЕС-1 и ИГЛН-1 у тибетцев В своем предыдущем исследовании авторы сообщали, что производные аллели для положительного отбора в гене ИПЕС-1 наблюдались только в менее древних образцах участка Самдзонг, в отличие от более древних жителей Чухопани и Мебрака. Проанализировав новые геномы древних жителей из районов Монанх и Мустанг, авторы по-прежнему не обнаружили производных аллелей в блоке гаплотипов ИПЕС-1 в образцах из Чухопани и Суила. Однако они наблюдались с промежуточной частотой на пяти других участках от 25 до 58 %. Интересно, что частота производных аллелей в древних образцах в целом ниже, чем у современных тибетцев, у которых она около 75 %. А это указывает на то, что отбор всё ещё воздействовал на эти аллели в недавнем прошлом. А теперь подведём итоги. В новой работе генетические данные 38 древних гималайцев указывают на то, что родословная, обнаруженная у современных тибетцев и шерпов, уже присутствовала у жителей Высокогорья к 1494-1317 годам до н.э., отчётливо отличая их от жителей низменностей. Тем самым, делая старше свидетельство существования тибетского генофонда по крайней мере на 500 лет по сравнению с предыдущими данными из Чохопани. При этом исследования демонстрируют, что тибетский генофонд хорошо моделируется как смесь двух источников генетической родословной. Один из источников на 82-92 % состоит из генетических компонентов, связанных с жителями низменностей, которые проживали на северо-восточной окраине Тибетского Нагорья Нагорья во времена позднего неолита. А другой источник представляет собой древний и ранее неизученный палеолитический субстрат, на долю которого приходится до 18 %. Этот палеолитический субстрат, по-видимому, внёс свой вклад исключительно в тибетский генофонд среди современных популяций, изученных на сегодняшний день. Также моделирование современных тибетских популяций и их нетибетских соседей носителей тибета-берманских языков демонстрирует две генетические линии, которые, по-видимому, отражают два различных маршрута миграций – северный и южный, как видно на карте. Тибетские популяции смешаны вдоль северной клины, а генетическое, культурное и языковое разнообразие современных носителей тибета-берманских языков вдоль южного склона Гималаев отражает слияние древних популяций, прибывших по этим двум маршрутам, после их разделения со времён позднего неолита. В отличие от предыдущих весьма противоречивых работ, основанных на анализе ДНК современных тибетцев и ханьцев, результаты новой работы, благодаря древним геномам, показывают, что предки современных тибетцев присутствовали в Гималаях по крайней мере с 1420 года до н.э., во времена, когда на участках Суила и Лубрак появляются самые ранние прямые свидетельства постоянного присутствия человека. Помимо этого, исследование подтверждает тесную генетическую связь между ранними гималайскими популяциями и группами позднего неолита, жившими вдоль северо-восточной окраины Тибетского Нагорья около 2300-1800 г. до н.э. Эти неолитические группы с территорий современных провинций Гансю и Ценхай, вероятно, включали в себя популяции, которые позже заселили Нагорье, однако точные даты этого события еще не ясны. Долгое время считалось, что выращивание ячменя, который лучше, чем просто подходит для более прохладного и сухого климата Нагорья, способствовало неолитической экспансии в регион. Хотя новые результаты могут предположительно соответствовать давней гипотезе о распространении ячменя по Нагорью около 1650 г. до н.э. Такая массовая демографическая диффузия из районов Гансю и Ценхай всего за 200 лет вряд ли будет единственным объяснением древней генетической связи между Тибетским Нагорьем и этими регионами. Поэтому авторы предлагают альтернативный сценарий, в котором генетическая связь между популяциями Нагорья и низменностей, могла сформироваться намного раньше и, следовательно, не могла быть связана с внедрением ячменя или других одомашненных растений или животных западноевразийского происхождения. Стоянка Кару в Восточном Тибете около пяти трёх тысяч лет назад и стоянка культуры Кугонг Блиссалхасе около трёх тысяч восемьсот трёх тысяч лет назад демонстрируют местную археологическую традицию и имеют композицию сборки и керамические мотивы, отличные от таковых в культуре Цидзя. Кроме того, свидетельство с участка Цзунджи около 2600-2000 годов до н.э. предполагает, что охотники-собиратели Тибетского Нагорья обменивались просом жителями равнин намного раньше предполагаемого появления ячменя. Отсутствие следов отбора EGLN-1 в верховьях реки Хуанхэ у людей, принадлежащих к культуре Цидзя, в сочетании с предполагаемой селективной разверткой EGLN-1 примерно восемь тысяч лет назад, предполагает, что две популяции, возможно, уже разделились задолго до прибытия ячменя в район Ганьсю и Цинхай. Ячмень выращивался как второстепенная культура в этих районах еще около 2000-го года до н.э., оставляя открытая возможность более ранней экспансии людей, выращивающих ячмень на Тибетское Нагорье еще до 1650-го года до н.э. Но археологических свидетельств подтверждающих такой сценарий не хватает. Авторы отмечают, что их нынешние данные не могут полностью отвергнуть гипотезу, основанную на распространении ячменя, поэтому не призывают к поиску более древних геномов с Тибетского Нагорья, а именно старше 1650-го года до н.э., чтобы непосредственно проверить гипотезу. Наконец, новое исследование показывает длительное воздействие естественного отбора на формирование генофонда высокогорных жителей Восточной Азии. Следует отметить, что увеличение частоты аллеля EPS1 за период времени от древних жителей из районов Монанг и Мустанг до современных тибетцев подчеркивает медленное, но устойчивое действие положительного отбора на этот генетический вариант денисовского происхождения. Будущие исследования позволят лучше понять популяционную историю этого региона, хотя и не только этого. Но выход обзоров этих исследований полностью зависит от помощи зрителей, вашей помощи. Практика показывает, что вклад даже малого количества людей может продлить существование канала на целый месяц. И он гораздо существеннее подачек с Ютуба. Ведь тема не столь популярная, однако сложная для создания и восприятия, поэтому я надеюсь, что среди зрителей, а нас уже около 22 тысяч, есть люди, которые способны поддержать автора канала, то есть меня, в столь непростой период времени. А я как обычно на этом не прощаюсь и надеюсь, что до новых выпусков, невзирая на то, что в новостях о происшествиях мелькают кадры с моего района и рядом с моим домом. А всем мира, здоровья и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова